Друзья, всем привет! Очередной наш прекрасный день в Турции. И мы сегодня, в общем, переселились в новый номер. Я решил еще здесь остаться на три ночи. И нам сделали апгрейд. Букинг нам сделал апгрейд. Я бронировал номер с видом на землю, на горы, на сад. И нам, в общем, дали тоже, в принципе, точно такой же номер. Он тоже здесь же, в этом здании находится, даже на этом же этаже находится. Но самый главный плюс этого номера, то, что здесь есть вот такой вот прекрасный вид на море, очень красивый. И у этого отеля здесь нет такого понятия сайт, сивью или еще что-то. У него все-все номера, они выходят вот так вот на море. И на самом деле очень приятно вот так вот просыпаться утром и видеть перед собой большое вот такое пространство. Какое-то море такое красивое. Ну и все, в общем, такое. Поэтому номера с видом на море, они стоят обычно больше в одном и том же здании, даже на одном и том же этаже. Ну, на самом деле круто. Потому что и солнышко здесь будет как раз утром просыпаться. И вообще круто. У нас дождь пошел, по-моему. Да. Мы сейчас поедем на экскурсию туда. В сторону Алании, на восток, в сторону Газипажи. Газипажи и, в общем, ту часть. Друзья, если будете отдыхать в селении, вот там лифт, лестница. Здесь вот холл вниз. И, начиная вот с этих номеров, 512, 511 и 510. Раз, два, три, четыре, пять номеров. Они выходят частично. У них вид идет на море. То есть, у вас не полностью, но вы будете на балкончик выходить. И вы будете вот так видеть море. Кусочек моря вы будете вот так вот видеть между стенами. И здесь пространство гораздо больше, чем в тех номерах, которые туда выходят на север. А так, в принципе, все номера одинаковые. Ну, я имею в виду из этой категории. Если будете здесь останавливаться, и если будет такая возможность, просите вот эти вот номера. И желательно, желательно, чтобы этаж был выше. Всегда в отеле, где вы останавливаетесь, я вот всегда беру пятый этаж. Потому что шестой этаж, ну, если берем селену, шестой этаж, это уже этаж заключительный, последний здесь. Мы поехали сейчас на восток. И вот буквально две минуты назад был ливень, прям такой сильный. Нам машину полностью отмыл после этой квартиры, грязной дороги в квартиру. И похоже здесь вообще дождик совсем чуть-чуть моросил. Он как-то вот так волнами идет. И я замечал такое в Турции. Он как резко начинается, так резко заканчивается. Вот здесь вообще дорога сухая. Купе с этой Агода у нас закончилось тем, что они все-таки вернули мне деньги. Причем они вернули полностью с проживания за три ночи. Мы там прожили две ночи. Ну, без удовольствия. Но они нам вернули полностью все деньги. Причем Агода мне прислала сообщение сегодня утром, что типа они связались с хозяином. И типа хозяин сказал, что он деньги вернуть не может. Типа слежитесь с ним сами и попросите, чтобы он нам сказал, чтобы типа мы вернули вам, чтобы он разрешил нам деньги вернуть. Я говорю, ребят, ну как это так? Вот вы посредники, вы между гостями и хозяевами этой квартиры, вы выступаете посредниками. Вы же должны какую-то ответственность нести и так далее. Почему вы берете у нас деньги, передаете их хозяину, а мы приезжаем, там ни электричества, ни воды, ни дороги, вообще ничего нет. Интернет не работает, телевизор не работает, вообще ничего не работает. Как это так? Представьте ситуацию, вы попали в такую ситуацию. Они говорят, мы вам можем предложить скидку 10% на следующее бронирование. Вас это устраивает? Я говорю, конечно, нет. Ну и начал жаловаться на этого оператора, что он меня не понял и так далее. Везде начал жаловаться, жаловаться. И в итоге написал, нашел сайт этого агентства, нашел Инстаграм. И прямо в Инстаграме им написал. Я говорю, вы что творите? Почему так? Они говорят, напишите в WhatsApp. Дали мне какой-то WhatsApp. Я написал в WhatsApp, они там не отвечают. Я говорю, там не отвечают, дайте мне номер вашего СИО, вашего руководителя, самого первого. И через полчаса мне звонит Агода. И одновременно звонит этот СИО. Говорят, все, все, мы вам вернем деньги. Пожалуйста, не беспокойте. Пожалуйста, не беспокойте. Агода мне говорит, типа, не беспокойте хозяина. Этот СИО мне говорит, пожалуйста, не пишите, ничего не говорите в Агоду, если что-то этот. Короче, видимо, они там друг на друга напали и, в общем, решили мне мирно вернуть деньги. Поэтому, друзья, имейте в виду, что бывают вот такие ситуации, особенно, когда вы бронируете квартиру. Это не отель. То есть, они сначала думали, что мы приехали и нам там что-то не понравилось. Нам-то как бы там все понравилось. Мы бы там и жили, может быть, если было бы электричество, если было бы отопление и холодная вода была бы хотя бы. То есть, там как бы самого необходимого не было. А они думали, ну, вот вам что-то там, наверное, не устроило, что-то вам, наверное, не понравилось. А там просто жить как бы невозможно было. Проще было где-то вот под мостом или на пляже жить. Мы познакомились с ребятами из Швейцарии в отеле. Они путешествуют на двух велосипедах, восят с собой палатки, восят, ну, в общем, все, что им нужно для жизни. В общем, восят с собой все, что им нужно для жизни. И вот они вот так вот едут. Они проехали... Сколько? Семь месяцев, да, уже? Да. Они проехали семь месяцев на этих двух велосипедах. И вот это у них был праздник какой-то холидой. Они остановились в этом отеле. Видите, у нас возле отеля ливень был. А здесь солнце светит и вообще ни капли воды нет. А там сейчас ливень. Я даже не мог в машину сесть. Мне пришлось машину подгонять прям к лобби, к рецепшену, чтобы сесть можно было не промокнуть. Мы все в дождевиках. Итак, ну и вот, в общем, эти два швейцарца, они с Цюриха, они путешествуют на велосипедах, я не знаю, сколько они, тысяч километров по Европе, там, по Турции проехали. И вот мы им говорим, что, куда вы поедете, хотим, мы вас довезем там до следующего отеля. Они говорят, а мы не знаем, где мы будем жить. Мы, говорят, сейчас едем в сторону Аданы. А Адана, это отсюда километров 300, наверное. И они говорят, может быть, мы на пляже будем где-нибудь ночевать, у нас есть палатка. Я говорю, ну вы найдите хотя бы место, где отель закрытый, там бывают деревянные такие полы, хотя бы вам не холодно будет. Да, говорит, мы все знаем. Ну и вот, я говорю это к тому, что мы заплатили 600 лир. Не за то, чтобы спать, грубо говоря, в комнате, с холодными стенами, вообще с холодным совсем, и вообще даже без воды, это, по сути, та же самая ситуация, что мы спим где-то вот на пляже, и в палатке, по сути, это то же самое. И просто вот эти вот тупицы-операторы, они, видимо, не могли понять, не могли догнать, что я вообще от них хочу и что я от них требую. В итоге я, конечно же, разозлился и начал уже там серьезно, наверное, на... Я сначала думал, они по-доброму хотят, по-доброму поймут все это, а в итоге они не поняли, и мне пришлось, короче, они сделали возврат. Мы едем на восток, в сторону Касипаши, мы сейчас будем проезжать Аланью. Я уже в прошлом году там был, в принципе, я там все объездил, и там есть каньоны, есть, тоже всякие руины, есть, исторические города, есть, там голубая лагуна очень красивая есть. Здесь их несколько буквально на южном побережье, красивых вот таких лагун, мест, на которые можно на машине подъехать. И сейчас, в общем, мы до туда доедем, если будет хорошая погода, мы погуляем на улице, если нет, то придется идти в пещеру. Там несколько пещер есть, в одну из пещер, и в 6 часов нам надо уже назад возвращаться в отель. Мы с вами сейчас, собственно, въезжаем уже в Аланью, и с правой стороны здесь начинается пляж Клеопатра, знаменитый такой, крупный, с песочком. Здесь два пляжа, вот сейчас здесь с западной стороны, и потом, когда мы центр Аланью проедем, проедем вот эту вот скалу. Там на этой скале, кстати, крепость очень красивая, и еще есть этот, видите, полицейский. Полиция, короче говоря, сузила дорогу и останавливает либо те, кто быстро едет, либо... Ну, просто выборочно, когда они сами знают, кого останавливают. Вот там туда, если прямо посмотреть, там есть крепость, прямо на скале, вот даже отсюда видно ее стену. Она полностью, эта стена, окружает верхнюю часть... Верхнюю часть горы. И на самом деле очень красивая крепость, легендарная. Поэтому, ну, это, наверное, одна из самых основных достопримечательностей. Вы можете туда подняться пешком, потом там есть телеферик, канатная дорога, на которой вы можете подняться, либо можете на велосипеде, и даже на машине прямо на самый верх можно заехать. Собственно, Алания выглядит примерно вот таким вот образом. Здесь самые высокие, наверное, 5-6 этажей здания. А хотя нет там, наверное, 9-этажки даже есть. Ну, это такая концентрация русских. Еще говорят некоторые, что Алания – это русская деревня. Особенно туда дальше. Вот сейчас прямо мы будем продвигаться. Там есть прямо районы. С той стороны, с восточной стороны, ближе к окраине, там прям очень много этих русских и... Ну, русскоговорящих я имею в виду, с СНГ. Там и с Казахстана много людей, и с Украины, со всех вот этих наших республик советских. Здесь есть достопримечательности. Вот с северной стороны есть смотровая площадка, где вот буквы «Я люблю Аланию». Вы можете туда подняться вечером. Там есть ресторан с видом на Аланию, с видом вот на море. Причем там цены такие достаточно демократичные. Можете там закат встретить. Здесь еще есть Красная башня, есть маяк, набережная есть. По-моему, гавань даже здесь есть рядом. Ну да, гавань по-любому здесь будет. Вообще, Алания, я вам должен сказать, достаточно такой немаленький город. Не такой большой, как Анталия, ну, он гораздо больше, чем Кемер, к примеру. И, ну, наверное, в этой части больше, чем в Сиде. Да, Алания – это прям такой большой город. Видите, здесь даже туннели у них есть, развязки есть. Ну, развязки у них как бы везде в Турции, но это город прям такой серьезный. Мы сейчас с вами едем по трассе Т-400, она проходит от вот этого полуострова, дача, и туда до конца, на восток, до Ирана, до Ирака. Очень длинная дорога. Она проходит через все вот эти вот интересные города туристические. Наверное, одна из самых живописных дорог, красивых. Она бесплатная, и в некоторых местах она широкая, в некоторых местах она двухполосная, по уши, в некоторых местах прям через города вот так проходит. Но, в основном, если она даже проходит через города, она как бы как объездная идет дорога, то есть вы по развязкам будете ехать, будете проезжать. Вот апельсины растут с левой стороны. Это вот мы с вами все едем, сейчас проезжаем уже ближе к центральной части Алании. У них здесь, конечно же, уже есть всякие разные магазины, мебель вот продают, банки, спецтехнику. Здесь машину можно купить, я думаю, квартиру можно купить. Но покупать квартиру, это вообще сомнительная такая инвестиция, потому что вот эту вот квартиру, которую я вам показывал в прошлых видео, я посмотрел, зашел в интернете, она стоит 70 тысяч евро. Но это как бы вообще цена какая-то невероятная. Я не знаю, сколько сейчас в Алмате стоят квартиры, но покупать за 70 тысяч где-то вот такую квартиру, соответственно, если вы будете квартиру искать получше, то она будет и стоить больше. Ну, просто нет никакого смысла. Это просто, если только как-то деньги куда-то выбросить, я не знаю, открыть окно и выбросить с балкона. У меня только такие ассоциации. Потому что, ну, я не знаю, так вот, конечно, нельзя делать. Мы с вами проскочим. И вообще, в общем, инвестиции, привязываться к одному месту. Вот мы сейчас, допустим, сегодня нам, сегодня вот мы отдыхаем в отеле, и нам сделали апгрейд. Я хотел продлить номер с видом на сад, на землю, и нам сделали апгрейд с видом на море. То есть, этот номер, он стоит там, ну, где-то процентов на 30, на 40 дороже, и вот мы живем с видом на море. Где вы купите квартиру с видом на море за, грубо говоря, там, ну, мы сейчас чуть больше платим, мы платим где-то 1000 лир в сутки. Но все равно, у нас включен завтрак и ужин. Завтрак на двоих стоит 150-200 лир, и ужин стоит, даже если вы будете сами готовить, где-то 300-400 лир. Ну, я говорю это про то, что нам дают, чем нас кормят. Потому что мы можем прийти, абсолютно любое блюдо выбрать, и в любом количестве, любые напитки, ну, за исключением алкоголя, конечно же. И если вы захотите это приготовить дома, во-первых, ну, это как бы невозможно приготовить в таком объеме, в таком количестве, и вы не можете каждый день, если вы будете, конечно же, разное готовить, то это будет стоить по-любому больше. Потому что, когда они готовят в отеле, они готовят много, они готовят, они покупают эти продукты, платят за них меньше, они там все покупают. И отель работает, там большой механизм. Я вчера наблюдал, как у них в 10 часов заканчивается, в 9 часов у них заканчивается ужин, и они ровно в 9 часов, человек 20, наверное, выходит, и вот так, как муравьи, как пчелы. Каждый куда-то идет, что-то несет, никто не тупит, каждый знает свое дело, если что-то толкают, пихают, забирают, толкают эти кележки, у них кипиш начинается. Вот такой, как рой, как будто бы, ровно в 9 часов, как по щелчку. Ну, и точно так же они накрывают, все организовано, все у них, это четко работает, посуду моют, все чистенько, все убрано. Вот. Нам нужно съезжать, нам нужно съезжать. Так вот, кстати, тоже нельзя делать, как мы с вами делаем, потому что туда дорога уходит налево, на мост, а мы в самый последний момент съехали. Вот газипажа Мерсин, мы едем на восток. Дим Магараси, это у них речка здесь есть такая, они летом туда любят приезжать, чай там, пить чай, завтраки, все такое. А еще здесь у них в Турции, видите, девушка испугалась, боятся, пешеходы боятся машин. То есть, здесь в Турции пешеходов не пропускают, и вообще водители на пешеходов особо внимания не обращают, поэтому если вы пешеход в Турции, будьте осторожнее. 95-й у нас стоит почти 21 лиру, я и по 18 даже заправлял на 3 лиры, цена поднялась. Это уже больше доллара. Это на наши деньги, ну, наверное, уже где-то деньги 600-700 стоит 95-й. Да, он стоит больше, но мы на нем проезжаем больше. То есть, качественное топливо, оно более экономичное, более такое, калорийное, и его не надо много, чтобы машина, в общем, проезжала. Расход у нас 4,4 лиры стабильно, я уже проехал 2500 километров, и постоянно расход 4,4 литра на 100 километров. Ну вот, грубо говоря, нам надо 100 лир, чтобы проехать 100 километров. Это, конечно же, очень мало, потому что, если мы бы поехали на такси 100 километров, у нас бы, наверное, 100 евро попросили. Но 50 бы точно попросили. Как минимум 50, потому что здесь таксист, он же должен, допустим, нас отвезти, а назад вернуться. Ну, если, наверное, он будет с нами ездить туда-сюда, я не знаю, такси здесь достаточно много стоит, такси вообще не вариант иметь. Вот джипы периодически вот такие вот встречаются, Land Cruiser 100, 200 Land Cruiser Prado встречаются. Это либо Украина, либо Россия. В Турции на таких джипах, на таких больших машинах никто не действует. У них иногда попадаются пикапы, они из этих пикапов делают внедорожники, а машин с больших объемов у них нет, потому что здесь налог очень высокий, растаможка очень высокая. Здесь невыгодно этим заниматься. Ну, иметь такую машину. Прямо на дороге растут апельсины, и вот они уже попадали, здесь вместе с цветами. Вот это апельсиновые деревья, но эти апельсины, они невкусные. У апельсинов на самом деле очень много сортов, я даже не знал про это. И не все они сладкие, не все они вкусные, поэтому они по-разному стоят. До сих пор вот мы с вами проезжаем Аланию. Я, честно говоря, даже не задумывался раньше, что это такой большой город. Это прям, ну, такой, такой большой город. Может быть, его даже с Анталией можно сравнить по каким-то этим параметрам. Вот еще BMW с российскими номерами. Наверное, в Алании, вот здесь, в Анталии, больше всего можно увидеть машин с туристическими номерами. Вот, видите, женщина гуляет с ребенком, с коляской. И вот сейчас, если направо туда поехать, вовнутрь, в сторону пляжа, вот мы сейчас вот так здесь находимся, между пляжем и этой дорогой, есть район такой, если туда заехать, там будет прям очень много русских, прям очень много, как будто какая-то русская деревья. Ну, и здесь их тоже уже немало. Вот это вот сколько здесь человек? Шесть, это все русские. Русско-говорящие, я имею в виду. И если заехать туда, направо, там прям будет, я как-то там оказался, и как будто бы я в России или еще где-то, в какой-то такой стране славянской. Очень много, прям очень-очень много. И в магазинах все на русском разговаривают, в кафе на русском все разговаривают, в гостинице. Все, все уже на русском разговаривают. Алания закончилась, и сразу следующий город – Опа. Опа. Они могут, кстати, такое бывает, что эти города, они раньше были очень маленькими, и из-за того, что Алания растет, вот эта Опа растет, газепожа растет, они медленно просто один в другой переходят, и все. Раньше они были, ну, между ними там поля были, какое-то расстояние было, а сейчас уже просто все застроили настолько плотно, что они уже друг возле друга стоят. И вот в этой газепаже есть аэропорт, то есть в Анталии есть аэропорт, и в этой газепаже есть аэропорт. вы можете прилететь и туда, в принципе, и туда. Вот тоже русские справа с коляской. Их сразу видно, наших сразу везде видно. Нужно смотреть билеты на самолет, и иногда бывает выгодно туда прилететь, иногда бывает выгодно туда прилететь, и нужно смотреть, где меньше стоит билет, а такси, в принципе, одинаково стоят. Единственное, аренда машин, наверное, будет более выгодна именно в Анталии, потому что газепожа – это такой маленький город, он не совсем туристический, там больше такое выращивают, что-то киплицы, всякое такое. Сейчас мы вам покажем. Уходим налево уже. Уходим на восток. Опять российские номера. Вот газепожа, Мерсен. Мы ехали, в принципе, так же сюда. Просто мы ехали внутри там, и мы уже проехали Аланьо, мы проехали там еще два маленьких городочка. Сейчас мы будем еще проезжать в Махмудлар. Многие люди, которые здесь живут, они думают, что это все Аланьо. На самом деле, это разные городочки, которые были раньше маленькие, и они все настолько плотно к друг другу стоят, потому что они разрослись. Вот видите, мы только что проехали Тосмур, и это Кастел, Кистел. А вот это река Тимчай, про которую я вам говорил, туда ездят на завтраки. Там мост, кстати, красивый. Если прям высоко-высоко туда в горы поехать, туда, на север, если высоко-высоко в горы поехать, там будет красивый мост. У меня есть видео. Ак-Курсу, что ли? Типа белый мост, что-то типа это. И многие отели, конечно же, сейчас закрыты, но все равно посмотрите, какой ажиотаж, какой трафик, потому что эта трасса не 400. начинается дождик опять моросить. Я не удивлюсь, если сейчас опять пойдет ливень, и через 5 минут опять он закончится. А вот это Димма Гараши, здесь еще где-то пещера есть. На самом деле, пещер здесь очень много, каньонов очень много, этих руинов, руин, руинов, руин. Король левов. Друзья, вот это вот с левой стороны все, что мы с вами проезжаем, уже много километров, это все квартиры. И, наверное, больше половины этих квартир, они сейчас просто с закрытыми, за ставнями закрыты окна, и вообще квартиры закрыты. И здесь есть отели в некоторых местах. Вот это вот синий-голубой, это, по-моему, отели, если я не ошибаюсь. Либо просто квартира. Ну, неважно. Я что хочу вам сказать, что, во-первых, эти квартиры, они находятся... Сама по себе дорога чуть выше. С правой стороны у нас чуть ниже мост, с правой стороны у нас чуть ниже моря, а с левой стороны чуть ниже, наверное, где-то на 2 метра, ниже начинаются первые этажи зданий. Так вот, что самое интересное, что те инженеры, которые строили эту дорогу, они предвидели, что может уровень моря подняться, что может волны сильно брызгать, и вообще вода может попасть. И чтобы не затопить эту дорогу, они здесь ее искусственно насыпали и подняли. А вот эти вот строители, которые строили все эти дома и отели, они их просто в некоторых местах, они, да, строили на уровне дороги. Но много где можно заметить, что строят ниже, гораздо ниже, и получается на уровне моря строят. Поэтому если вода здесь чуть подымется, или будет шторм, сразу автоматически все первые этажи затопят. Это во-первых. Во-вторых, видите, написано, пентхаузы на продажу, все-все. Сколько много здесь квартир, и они строят, и строят, не останавливаются, и не останавливаются. Вот кому-то хотят это все продать. Я, честно говоря, не понимаю, кто хочет это покупать. И меня больше всего удивляет, когда они говорят, купите квартиру, мы будем ее сдавать в аренду, эта квартира вам будет доход приносить. Лично я видел, как это вот приносит доход, как они наплевательски, эти агентства относятся к гостям, к туристам. Конечно же, ну, не все, но, возможно, так будут работать. Но это очень такой сомнительный бизнес, потому что, ну, допустим, сезон здесь сколько, может быть, полгода максимум. И здесь такая конкуренция в плане отелей, в плане еще что-то. И вот, допустим, в Турции, не знаю, как в других странах, но в Турции я не знаю, что должно произойти, чтобы я еще раз куда-то поехал к кому-то в квартиру. У меня было два опыта, и оба из них не очень такие позитивные. Мне как бы вернулись деньги, все. Но просто сам факт, вы время тратите, понимаете, в чем дело. Вы можете, допустим, приехать и потратить свое время. А это самое ценное в нашей жизни. Здесь, да, красивая набережная, все классно, они на первой линии. Но там, вот если вовнутрь посмотреть, там прям вот без остановки. Это вот на протяжении, наверное, 10-20 километров. Это как начинается вот от Анталии, где я начал съемку. И вот так она туда вовнутрь идет, и без остановки, без остановки, эти отели, квартиры, отели, квартиры. А еще кто-то покупает, представьте, вот в том месте, где мы жили, за 70 тысяч евро в аренду. Представьте, посчитайте. Даже если там кто-то будет пару раз в неделю останавливаться за 600 лир, в чем я сомневаюсь лично я. Сколько лет должно произойти, чтобы вы отбили? Вы учитывайте, что вам нужно будет ремонтировать, обслушивать эту квартиру. Нужно за уборку будет платить. И там очень много расходов, связанных с отоплением, с электричеством, с водой. Вообще все, все, что связано с людьми, постоянно туристам что-то надо. Они могут напиться там, могут морды друг другу разбить, могут сломать что-то, могут, вообще столько могут разных всяких ситуаций произойти. И вот есть такое понятие, роя. Риск, короче говоря, риск на вложенный капитал и на полученные средства. И, соответственно, чем выше риск, тем ваша прибыль должна быть выше. И вот здесь вот риск очень высокий, и все, что связано с квартирами. А прибыль, она очень низкая. Поэтому инвестиции в недвижимость, я не буду переставать повторять это. Это вообще не вариант. Вот это вот то, что справа люди с колясками бегают, это все русскоговорящие люди. Потому что турков такую погоду вообще невозможно вывести на улицу, заставить. Ну, возможно, вот этот турок, да, он гуляет с русской девушкой, с женщиной. Здесь тоже это Корши, Корши Джак и Махмутлар. Вот это вот любят прям. Это окраина вот Анталии, отсюда все начинается. Сейчас после этих двух городов все там уже, ну, особо интересного, такого ничего не будет активности. И вот они здесь все застраивают. Там на горах, на сопках все застраивают. Вот для меня загадка, для кого это все строится. Оно же пустое. Вы посмотрите мое видео, где пустые отели стоят, заброшенные отели стоят. Ну, хотите вложить. Я понимаю, люди приезжают первый раз в Турцию, видят здесь сервис, видят отели, все включено, видят, как здесь все круто и хотят здесь остаться, хоть как-нибудь зацепиться, монетку кинуть в фонтан и покупают здесь себе недвижимость. Но это потом столько приносит всяких разных головных этих думок, что потом уже просто охота избавиться от этого, а недвижимость, это как мы все знаем, с вами очень хорошо, это не ликвидный актив и вы не можете сразу немедленно продать недвижимость. Вы не знаете, какая ситуация будет на рынке. И каждый раз, вот допустим, построили вот слева какой-то отель или построили какое-то здание в Utopia World, каждый раз будут строить лучшие отели, каждый раз будут строить интереснее, потому что строителям, девелоперам, им нужно каждый раз стимулировать спрос. Они должны каждый раз строить дома более интересные, более развитая инфраструктура, более еще что-то. И каждый раз вы будете в проигрыше со своим объектом недвижимости, потому что новая стройка, она будет в любом случае либо меньше стоит, либо будет лучше расположение, либо будет какая-то инфраструктура лучше. В общем, все это резко закончилось. Вот этот вот мостик над дорогой, это мост идет с отеля. С отеля там есть лифт, и это спуск на пляж. И вот с правой стороны уже у нас начинаются банановые плантации, здесь активно выращивают бананы со страшной силой. И в принципе все. Там будут еще попадаться интересные тоже такие городочки, ну, чтобы вот прям так масштабно, это, наверное, до Мерсена больше ничего не будет. Там будут города, больше уже все турецкие, нетуристические, и между ними будет расстояние. То есть вот, допустим, мы сейчас, вот этот город, это город или населенный фунт, как он называется, Кирджи-Чак, мы его проехали, и по сути как бы здесь вот ничего нет. это такая территория, как пространство между двумя городами. А там вот, где мы сейчас с вами ехали, такого не было, там они друг после друга. И по сути Анталия, она раньше тоже такая же была. То есть вы от Анталии до какого-то следующего города, небольшого, тоже раньше вот так вот ехали, с правой стороны только поля были, какие-то джунгли, болота, еще что-то. И в какой-то момент это просто резко решили застроить, потому что спрос был великий. Вот этот вот собственно руины, здесь кусочек какой-то, его никак не укрепляют, никак за ним не следят, но он отмечен в гугл-картах как руины, и поэтому мы иногда заезжаем, вот такие места смотрим. Здесь такая площадка, можно остановиться, приехать на автодоме. Здесь вот мусорные баки, плантации и руины древнего города. И вы прям можете здесь, на этом берегу, на этом утесе заночевать. В Турции очень много таких мест, где нет отелей, где нет никакого шума, гамма. И там внизу лагуна такая, сейчас просто море волнуется, но вода очень красивая, и я вижу песок отсюда, здесь даже покупаться можно. Туда вниз есть тропинка, можно спуститься и покупаться. Пойдите у меня в инстаграме, это место есть, оно отмечено. Была очень грязная машина после той квартиры, где эта квартира бездорожья. Ну вот здесь можно видеть, куски грязи остались. Но вообще, в общем, в целом машина от дождя помылась. У нас в Казахстане, где-то в России, не знаю, когда идет дождь, наоборот машина пачкается, а здесь наоборот машина, вот видите, дороги настолько чистые, что вот то, что мы едем, это все грязь смывается с машины. Поэтому во время дождя здесь очень сложно испачкать машину, потому что все очень дороги чистые. И когда вы едете, она моется, машина. Друзья, если вниз спуститься оттуда, с трассы, здесь есть такие прям затерянные места, классные здесь. Можно и костер пожечь возле скалы и почувствовать себя древними жителями этого города, как они жили здесь раньше, без электричества, без телефона, без всего такого. Стены рукотворные этого города. И вот здесь вот есть вход. Вход прям. А, и вот здесь есть вход. Можно с двух сторон зайти. И это получается, здесь какой-то лаз был. Все закидали мусором, забросали. На самом деле, это как бы древняя такая штучка. Строение очень древнее. Оно все заброшено вот так вот. Как-то все. Какое-то такое у них здесь отношение наплевательское. Раскрашивается, все рассыпается. И в любой момент, видите, вот этот кусок откололся. По сути, в любой момент здесь может это тоже все рассыпаться. Поэтому будьте здесь осторожны. Если когда-нибудь здесь окажетесь. Вообще, на любых руинах, развалинах желательно не находиться долго. Интересно, конечно, как они вот выбирали себе место, где будут жить. И потом все это вот превратилось в руины. И подъезжаем, значит, к городу Гасипаша. Это вот прямо там по курсу будет вот этот вот утес, на который я залазил. Очень красивые видео с дронами с него получились. И вот так он весь выглядит, этот город. Слабенький. Здесь очень слабый пляж. Никакой туристической инфраструктуры здесь нет, можно сказать. Вообще, город не туристический. Теплицы на каждом шагу. Ну вот, в общем, город вот такой вот. Для туризма, конечно же, он не подходит. Друзья, мне всегда интересно наблюдать вот за такими вот мобильными домиками. Они на колесах, но их можно с этой, с этих колес, с этого шасси снять и отвезти в любое труднодоступное место, там установить. И я даже, если не ошибаюсь, вот эту вот конструкцию можно, во-первых, совмещать несколько вот этих вот модулей между собой. Они обшиты деревом, такой вагонкой. Там уже проложено все полностью электричество. И можно из одного сделать несколько, во-первых. Во-вторых, можно с этого шасси его снять и установить. Оно будет стоять, ну, необязательно, чтобы оно стояло на колесах, оно может просто на каком-то бетоне, фундаменте. Вот у нас не особо это развито, а вот в Турции и еще в Америке, во многих разных городах это прям у них, они это любят и в общем, это у них развито. вот здесь есть все коммуникации, электричество, туалет и вот здесь вот спальня. и вы можете его привезти в любое место, поставить. Пол сделан из фанеры, это все стеклопакеты и крыша соответственно из железа, из металла, металлическая. Некоторые делают из сэндвич-панелей еще такие дома. А вот там и как раз таки можно увидеть каркас. Каркас, легкие такие конструкции. типа металлического профиля. Вот они сначала делают каркас, а потом его обшивают каким-то теплым материалом типа дерева еще или еще чего-нибудь такого. Каркас прям на шурупах скручен. Металлический профиль, я думаю, у нас можно найти даже такие конструкции. И некоторые люди даже дома строят из такого вот каркаса. Это вот уже готовые здания. Я думаю, вы можете купить их и где-то у себя поставить, если у вас какой-то кусочек земли есть где-то в труднодоступном месте, куда тяжело привезти строительные материалы. Вы можете привезти дом и сразу же моментально начать жить в нем. Даже на джипе его можно привезти, зацепить за джип, привезти. А потом вдруг, если вы захотите переехать, можно в общем его также зацепить со всеми вашими вещами, со всем, что у вас есть, и отвезти его в другое место, на другую территорию. То есть не обязательно привязываться к какому-то одному месту. А вот так вот выглядит вот. Вот так они делают крышу. Тоже обшита крыша этим. специальная это USB называется и сверху она обшита железом, металлические крыши. Вот здесь целая фабрика. Они прям в ангар это загоняют и потом вот так вот собирают. Ну конечно же в Турции нет таких морозов, как у нас сильных, но я думаю как летний какой-то домик это идеальный вариант на колесах. здесь есть веб-сайт и я думаю если вам интересно вы можете зайти на этот веб-сайт с ними связаться и уточнить цену сколько это все стоит. Вот здесь у них тоже этот пикап про который я вам говорил. В принципе за этот пикап можно зацепить если захотеть и при желании это все можно отвезти куда вам угодно. они любят именно видите резина мат терейна это грязевая резина не 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 олтерейн для всех видов почвы а именно грязевая не знаю почему мне кажется наоборот здесь олтерейн будет лучше у него даже есть этот мигалка друзья посмотрите вот мы сейчас возвращаемся домой уже туда в сторону Сиде и проезжаем Аланию посмотрите как ярко здесь солнце светит такая погода солнечная теплая и вот буквально утром здесь был ливень невозможно было сесть в машину а там в районе газипажи там сейчас идут ливни дожди и это вот простой пример как здесь быстро меняется погода вообще в Турции особенно на южном побережье каждый день что-то новое интересное узнаю про этих футболистов но их здесь реально много поэтому девчонки если любите футбол вам надо в Турцию зимой ехать друзья у них здесь еще помимо того что они вот раскидали здесь свои рации игрушки свои у них есть еще штаб вот такой там они сложили все сдвинули диваны и здесь спортивное питание теперь наш номер прямо возле кофемашина находится вот мы в 506 номере будем жить а здесь можно в любой момент горячий шоколад кофе набирать чай все что угодно плюс ко всему здесь вот 7 блоков с водой мы 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 живем здесь грубо говоря за 50 долларов в сутки и у нас включен завтрак включен ужин включены всякие развлечения в виде аниматоров в виде живых всяких разных концертов бассейны спа пляж все 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 это включено и плюс ко всему еще шампуни вот это все вода кофе в любой момент в холодильнике мы можем брать что я хочу сказать что это получается примерно 600-700 тысяч деньгена наши деньги в месяц и мы можем по сути приезжать сюда экономить деньги потому что некоторые люди у нас в Алмате 600-700 тысяч платят только за квартиру за аренду квартиры каждый месяц а здесь вы получаете естественно там еще надо платить коммунальные и так далее и там подобное а здесь у вас есть горячая холодная вода отопление любое питание в любом количестве у них здесь еще есть номера с выходом на вот такой вот зеленый собственный бассейн там буквально несколько номеров около 8-10 номеров и в прошлом обзоре как раз я показывал эти номера как они выглядят а у нас вот вечером закат здесь и смотрите можно разглядеть замок в Алании который находится на скале но мы с вами ездили туда смотрели по сути здесь все очень рядом близко не перестает меня удивлять этот отель они теперь притащили еще сюда вот такие вот лакомства всякие разные пироженки и фруктов очень много и это все вот прямо рядом с нашим номером это футбол лагер и футболната сесия в момента тут поистинна славя жунглират с портухали опитатся на вера се и пора и шеги лагер 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 посмотреть green каньон зеленый каньон и вот на пути нам встретился вот такой вот водный путь это акведук и он ведет туда прямо на юг в сторону седе там есть фонтаны где храм аполлона есть фонтаны прямо возле входа в этот храм рядом со старым городом седе и вот вода к этим фонтанам поставлялась отсюда по вот таким вот акведуком очень интересно еще здесь есть дамба вот такая вот и наш друг с турции сказал что это аквапарк эти горки древний аквапарк там деле в турции очень много всяких разных там и вот это одна из них мы поднялись на самый верх и вот прям рядом с ней сейчас стоим а здесь еще дорога она проходит как вот туннель через гору прям через скалу и он односторонний из машины друг друга постоянно пропускают вот здесь на горе руины древнего города прям на самом верху на самой горе на пике и на на склоне еще плюс ко всему я в прошлом году сюда приезжал но не уделял так много здесь внимание это место вот если прямо туда поехать там будет газипажа алания анталия еще вот здесь есть вот такая крепость туда тоже как-то можно подняться а внизу есть бухта голубая красивая очень красиво видно прям как они это строили они выбирали такое скальное основание твердое и потом на этом возводили свои конструкции а еще здесь есть пляж вот такой тоже красивой водой но туда наверно только с моря можно попасть вот я сейчас прямо смотрю на восток там вот слева у меня 400 проходит трасса и вот здесь вот прямо очень конечно красивые такие места и дорога красиво проходит и море очень красивая как будто вообще не турция мы нашли черепаху и еще вот здесь возле города газипажа примерно 20-30 километров от города газипажа есть очень красивая голубая бухта мы сейчас туда пойдем здесь вот такие классные утесы завораживающие с обрывами конечно же как без обрывов погладь ее они кусаются ну ты погладь ли нет нет они кусаются нежно черепахи кусаются в прошлом году друзья сюда приезжал и еще его говорил вам что было бы классно сюда приехать на автодоме и на чем-то таком поставить здесь сделать пикник и вот они уже сюда пикник свой поставили привезли грузовик вот так это место называется и в общем кайфуют здесь на самом деле место очень красивая здесь вот еще один замок есть стены замка и вот такие виды здесь с одной стороны море вот такое красиво а за спиной у меня в бухты голубая тоже очень красиво а это с правой стороны все плантации банановые пата с этой стороны вот такая вот бухта мы сейчас туда спустимся там поближе вам поснимаем и вот здесь посмотрите такая бирюзовая зеленая вода а с этой стороны другой с противоположной стороны она какая-то синяя такая голубая вода крутое место конечно очень красиво и здесь вот почти в самом низу есть проход то есть можно туда пройти в ту бухту сейчас я вам покажу и можно здесь погулять там окошко такой типа туннеля природного куда здесь прям такое как будто бы затерянный рай какой-то через проход через лес такой через джунгли и выход на красивую такую вухточку с очень классной водой прозрачной пути возвращаться в сторону аланьи вот проедете газипажа город и вот здесь вот на горе с видом вот на море таким красивым есть древняя замок древняя крепость седра здесь еще помпея останавливался город античный седра здесь его карта план город на самом деле очень хорошо сохранился поэтому приезжайте сюда пораньше потому что мы приехали уже здесь на закате все скоро стемнеет здесь у них была вот такая улица с колоннами но это сейчас все валяется но я подозреваю что время в то время было очень красиво здесь конечно очень удивительное зрелище открывается такие масштабные здания такие высокие и еще плюс ко всему на такой высоте это все было сделано вот кстати бесплатный поэтому при желании что даже ночью можно приехать самом верху здесь есть акрополис и открывается вот такой вот вид красивый завораживающий на аланье он там с правой стороны какое-то такое здание большое интересно что это за здание кто знает напишите пожалуйста в комментариях мы сегодня попросили чтобы нам разожгли здесь вот это вот костер мангал и кроме нас здесь никого нет только для нас они разожгли и они сказали там пыль с вам зажгем наслаждайтесь на пляже вот такая вот штучка подсвечивается очень красиво пальмы подсвечивает у Субтитры создавал DimaTorzok